Глубоко уважаемые председатели, уважаемые коллеги, наверное, наш регион, я представлю основной целью своего доклада, это как добиться хороших результатов с наименьшим затратом ресурсов. Итак, Саратовская область достаточно обширная, одна из крупнейших в Приволжском федеральном округе, с численностью населения более 2,5 миллионов. Область относится к регионам с достаточно высоким показателем заболеваемости, мы находимся в прошлом году на 20-м месте среди всех субъектов Российской Федерации, ежегодно регистрируется прирост количества впервые выявленных случаев заболеваний на 3%, что связано с повышением доли пациентов старших возрастных групп. И здесь я вам представила динамику изменения доли старших возрастных групп за последние практически 30 лет. И также улучшением диагностической базы, которая позволяет выявить патологию на ранней стадии. Если обратите внимание на данный слайд, мы указали, что динамика показателя заболеваемости на протяжении 10 лет, она в 2 раза превышает данный показатель по Российской Федерации. Но тем не менее, несмотря на такой значительный рост заболеваемости, у нас и стабилизация показателя смертности. И по сравнению с прошлым годом, он вышел на уровень 189 случаев на 100 тысяч населения. К 2016 году контингент больных, состоящих на диспансерном учете, составляет 65 тысяч человек, или почти 3% всего населения нашей области. Организация онкологической помощи в регионе представлена трехуровневой системой. На первом уровне у нас первичные онкологические кабинеты, их в регионе организовано 62. Второй уровень, межмуниципальный, представлен филиалом первого онкологического диспансера, который охватывает 8 ближайших районов для удобства приезда и осмотра, наблюдения, лечения наших пациентов. И третий уровень, это специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. Она у нас представлена двумя диспансерами. Первым областным онкодиспансером и вторым. На первый онкологический диспансер, расположенный в городе Энгельсе, возложена функция головного диспансера. На второй диспансер, открытый в городе Саратове, возложена функция осмотра, обследования и спецлечения больных города Саратова. Таким образом, первый диспансер охватывает жителей района с численностью более миллиона 700 тысяч человек, а второй диспансер 750 тысяч. Кроме того, в первом диспансере открыты два филиала. Один в Вольске, как я уже говорила, и один в городе Саратове. Саратовский наш филиал, он организован для оказания палеоативной медицинской помощи группе наших пациентов. В том числе, учитывая недостаток специализированных коек в регионе и отсутствие единого онкологического центра, открытый ряд спецкоек, 10 детских в областной клинической детской больнице, 30 в областной клинической больнице, где оказывается только хирургический этап лечения онкологических пациентов, и также функционирует более 100 коек в ведомственных организациях. Таким образом, наша онкологическая служба представлена полицентрической моделью организации онкологической помощи населению. И здесь мы рассмотрели в 2015 году наши мероприятия, которые позволили нам достигнуть достаточно неплохих показателей. Первое – это организационные мероприятия. Министерство здравоохранения было определено головное учреждение. Как я уже говорила, это первый диспансер и его филиалы. Был утвержден порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным на территории региона. Проведено зонирование территории и сформирована схема маршрутизации больных с учетом района проживания пациента, профиля заболевания и этапа специализированного лечения. То есть, если у нас пациент в каком-либо случае обратился, чаще всего это экстренная помощь, обратился за этапом хирургической помощи в стационарне онкологического профиля. В этом случае во время госпитализации он направляется из этой организации, приглашается на онкоконсилиум выездной и определяется тактика лечения после хирургического этапа. Вся информация поступает в первый или второй онкологический диспансер, где опять же такой пациент берется под контроль и в дальнейшем отслеживается необходимость проведения второго этапа лечения. По контролю качества в нашей модели утвержден контроль за качеством, полнотой обследования, сроками обследования и направлением с первичного звена общей лечебной сети в поликлинические отделения первого и второго диспансера. Сформирован алгоритм поступления первичной медицинской документации и единый формат информационного пространства онкологической службы на основе канцер-регистра. И также отслеживается судьба пациента после выписки из стационара. Этот показатель обязательный, и он целиком возложен на сотрудников методических кабинетов как первого, так и второго диспансера. Взаимодействие с первичным звеном общей лечебной сети в нашем регионе построено на стандартном классическом менеджменте по системному подходу. Как вы видите, информационный поток поступает в следующих направлениях. В первой диспансере организованы 850, в каждом районе всего 850 ФАПов на территории области, а также 97 смотровых кабинетов. Информация о пациентах с подозрением или установленным злокачественным образованием по приказу и порядку поступает в первичные онкологические кабинеты. В городе Саратове их организовано 23, в районах области 39. Дальше по иерархии данные сведения поступают к администрации районов. Фельдшера ФАПов еженедельно отчитываются напрямую как врачам-онкологам, так и главным врачам. Своей ЦРБ. И уже в дальнейшем эта информация поступает в организационно-методический кабинет. Все сведения о больных городах Саратова вторым диспансером передаются в оргметод-кабинет первого диспансера. Что нам позволило это достигнуть в 2015 году? Как вы видите, без оборудования мы бы не смогли полно контролировать процесс лечения и выявлять пациентов на ранней стадии. К профилактическим осмотрам, к работе фельдшеров ФАПов у нас достаточно неплохая сформировалась база диагностического оборудования. И на примере маммографических аппозратов здесь видно, что до 2006 года их было в области всего лишь 11. При программе здоровья мы получили их 35, сейчас у нас их работает 49. По итогам 2015 года осмотрено маммографически 162 тысячи женщин. У 431 диагностировано злокачественное новообразование. И благодаря вот этой вот комплексной работе взято на учет запущенной стадии заболевания, третья плюс четвертая стадия, поскольку, как мы сами понимаем, это визуальная локализация, всего лишь 19% женщин. Второй принцип – принцип целевой направленности. Мы его реализуем следующим образом. Следует отмечаем, что поскольку визуальная патология чаще всего диагностируется у женского населения, мы работаем в тесной взаимосвязи с акушерской гинекологической службой. И здесь получаем информацию, а также проводим совместный контроль с акушерами-гинекологами за работой специалистов женской консультации. Показатели, опять же, работы, динамика показателей за последние 10 лет на данном слайде вам видна. Если 10 лет назад мы осматривали в женских консультациях, то здесь, опять же, делаю акцент на осмотре женщин только с профилактической целью, почти 400 тысяч в год, то к 2015 году мы вышли уже за 600 тысяч. Что нам это, опять же, позволило достигнуть? При профилактическом осмотре в 2015 году было выявлено 121 случай рака шейки матки. Показатель запущенности уменьшился почти на 1% и составил 22%, что почти на 10% лучше, чем в среднем по Российской Федерации. Кроме того, администрацией второго диспансера при этапе его организации было принято решение, поскольку город Саратов – это достаточно большой куст, и в каждой поликлинике не хватало специалистов, врачей-онкологов в первичных онкологических кабинетах. Главный врач принял решение, что его специалисты, сотрудники его диспансера будут дополнительно совмещать в поликлинических отделениях, в первичных онкологических кабинетах каждой поликлиники города Саратова. Эти поликлиники были за ними закреплены. И здесь на слайде уже виден результат их работы. То есть мы с вами понимаем, что от того, к кому попадет пациент, к какому специалисту, какова его онконостороженность, и отсюда видна судьба больного. Вот на примере города Саратова мы увидели, как за 2015 год в ряде учреждений города Саратова уровень заболеваемости увеличился значительно, и он превышает среднеобластные показатели. То есть специалисты первичного звена, уже будучи профессионалами в своей деятельности и работающие напрямую в онкодиспансере, были наиболее точно нацелены на выявление из группы предраковой патологии онкологических больных. Доля запущенности также в этих медицинских организациях, она значительно ниже, чем в среднем по Саратовской области. То есть вы видите в ряде организаций, в среднем это почти 16-15%. Также снизилась одногодичная летальность, а это, как мы с вами понимаем, достаточно такой весомый критерий. Опять же показатель в некоторых организациях ниже, чем в среднем по области. Но, казалось бы, виден диссонанс, то есть одногодичная летальность 12%, например, на примере второй поликлиники, первая строчка, а заболеваемость 535 случаев. С чем здесь связано? Мы провели анализ структуры заболеваемости и определили, что на первое место вышел рак кожи, как меланомы, так и базально-клеточные, бласкоклеточные раки. То есть здесь каждую родинку специалисты достаточно тщательно осматривали и брали на диспансерный учет. Конечно, в дальнейшем это не приведет к такому весомому показателю пятилетней выживаемости, потому что через 5 лет мы вынуждены их снять с учета, как достаточно пролеченных, безрецидивных больных. Но на качестве жизни этих больных влияет достаточно хорошо. Взаимодействие с первичным звеном строится также на принципе иерархической упорядоченности и обратной связи. Как вы видите, из первичных онкологических кабинетов информация, как я уже говорила, поступает в онкодиспансеры. И дальше наверх в Министерство здравоохранения нашей области. Следует отметить, что администрация как Министерства здравоохранения, так и правительство достаточно чутко относится к проблемам онкологической службы. Здесь мы видим целиком поддержку. В чем она заключается? Первое. В том, что в критерии заработной платы специалистов не только рядовых, но и главных врачей каждой центральной районной больницы, каждой городской поликлиники были внесены показатели выявления ранней диагностики онкопатологии, показатели смертности от злокачественного образования и выявления патологии при профилактических осмотрах. Благодаря этому ежемесячно проводится ранговая оценка заработной платы руководителей при недостижении целевых индикаторов стимулирующие выплаты сотрудникам значительно снижаются. То есть, конечно, в этой работе мы используем метод непряника окнота, но он работает неплохо. И, опять же, есть ответственность у каждой акушерки ФАП перед тем, какую заработную плату получит ее главный врач. Отсюда мы с вами видим непрерогативу главного врача, а именно качество работы, за которую отвечает каждый сотрудник. Принцип непрерывного обмена информации. В нашем регионе он уже работает на протяжении многих лет. Популяционный раковый регистр у нас организован с 2003 года, и непрерывный обмен информацией он осуществляется и поступает как из специализированных первичных онкологических кабинетов, так и из всех лечебных организаций, которые оказывают тот или иной этап лечения или диагностики онкологическим больным. Вся эта информация стекается в организационный методический кабинет и вносится в раковый регистр. В ряде организаций, это почти все поликлиники города Саратова и одна треть районных больниц, открыт доступ к раковому регистру, но только на этапе просмотра. Пока мы не достигли того уровня доверия к врачам-онкологам первичного звена, чтобы открыть им доступ на внесение информации, поскольку в нашей версии отсутствует такой показатель, как выявление того, кто внес эту информацию. И существует вероятность, что кто-либо что-то может испортить. Мы пока такой доступ не даем. Нельзя не забывать об обучении медицинского персонала. Здесь мы ничем не отличаемся от многих других регионов. Мы также проводим как семинары выездные с врачами-онкологами, кураторские выезды. Они также носят неформальный характер. Специалисты выезжают на место, анализируют первичную медицинскую документацию, проверяют работу, начиная с регистратора, заканчивая смотровыми кабинетами, деятельности врача-онколога, врачами общего профиля. Но здесь еще вот таким вот направлением в обучении является решение Министерства здравоохранения в участии специалистов-диспансеров в программах переподготовки средних медицинских работников общей лечебной сети. Наши специалисты ведут занятия на циклах тематического усовершенствования целиком. То есть и все практические занятия происходят на базе нашего диспансера. То есть проводят обучение не некий преподаватель базового училища, а специалист, напрямую работающий с больными, который может максимально полно рассказать, показать специалистам ту или иную патологию, поделиться своим опытом и на практике указать, какие бывают ошибки в организации работы врачей и среднего медицинского персонала и показать, как добиться лучших результатов. Кроме того, у нас ежегодно продолжается работа по повышению уровня подготовки специалистов-онкологов, ответственных за адекватность лечения. В регионе мы проводим не менее 7-8 областных научно-практических конференций. И приезжают к нам специалисты как Российского онкологического центра Блохина, Московского научно-практического института имени Герцена, так и других организаций для того, чтобы поделиться и показать мастер-классы своей работы для специалистов нашей области. Таким образом, подведя почти итог моего доклада, что мы имеем? Стадия опухолевого процесса за последние 10 лет у нас имеет тенденцию к улучшению, идет стабилизация доли запущенных случаев онкопатологии. В 2015 году количество больных, у которых опухоль была выявлена во время профилактического осмотра, достигло уже 24%, что несколько выше, чем в среднем по Российской Федерации. И опять же на слайде видна динамика за последних 10 лет. А социальный эффект – это, естественно, улучшение качества жизни наших пациентов, увеличение продолжительности жизни и сохранение трудового потенциала наших граждан. Благодарю за внимание. Спасибо, Елена Анатольевна. Скажите, пожалуйста, такой маленький вопрос. Вот вы показывали по городу, по Саратову, целый перечень поликлиник. Численность обслуживаемого населения у них везде свыше 100 тысяч? Нет, меньше. У нас 20 организаций и, соответственно, 750 тысяч населения. Понимаете, в чем дело? Вы рядом написали показатель заболеваемости – 500, 600 и так далее. Но это неверно, так делать нельзя. Потому что есть очень… Для того, чтобы понять это, вот вы берете квартиру. В одной квартире два человека проживают, и в другой два. В одной никто не умер, там ноль заболеваемость любого вида и типа. А в другой один умер, у вас получается на 100 тысяч, вы пересчитываете, что в этой квартире на 100 тысяч умерло 50 тысяч человек. То есть если у вас… Да, да, возможно, ошибка малых цифр. Да, если у вас нет поликлиники на 100 тысяч, ее на 100 тысяч считать нельзя. Потому что вы себя… Вы себя нет. Или вы должны были за 5 лет набрать. То есть если вы считаете на 100 тысяч, то эти 100 тысяч должны быть, иначе вы сами себя обманываете. И то же самое в отношении любого другого показателя. Там одногодичная летальность. Вообще, когда вы выходите на уровень поликлиники или района, вы знаете, что всегда показатели прыгают вверх-вниз. Потому что вероятность случайного там такая, что полпотолок постоянно. На уровне уже крупного района оно выравнивается, на области более-менее и то прыгает. И только по Российской Федерации мы видим или постепенное увеличение, или снижение. Это элементарные законы, как говорится, статистики. Но будут еще вопросы? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.